Я попробую инструмента для работы, для инструмента для саморазвития, ну и это все как бы, кое-кто просто хочет получить общее представление, что это такое. Сама кинезиология достаточно молодая достижение, достаточно молодое направление, год ее рождения от 1960 до 30. Вот, отцом кинезиологии считается американский доктор из Детройта штат Мичиган, который назвали Джош Гудхарт. То есть получается, что кинезиология возникла в недрахолистической медицине, скажем так. Гудхарт был, по нему пишут по-разному, потому что то, что у нас называется мануальная терапия, мы привыкли это понимать одним разом, а на Западе это привыкли понимать несколько иначе. То есть доктор, который занимается мануальной терапией, называется остеопат или хиропрактик, и это врач, который через работу с афонно-двигательной системой восстанавливает здоровье человека, восстанавливает баланс его усилий. И, в общем-то, Гудхарт работал в этом направлении, в своей карьере он был врачом олимпийской сборной США, и однажды он понял, что можно использовать определенный инструмент для чего? Для того, чтобы понять целевым образом вот данному конкретному пациенту, что ему нужно. Понятно, что есть определенные протоколы работы, они есть у всех, определенные алгоритмы, но в то же время всем разный, что одному хорошо, то другому не очень. И, а как понять, кому что нужно, кому что подойдет, потому что там, где для одного работает таблетка, для другого работает травка какая-нибудь, да, а для третьего просто там какие-то точки в теле подавить, поработать и тоже сработает. И вот таким уникальным инструментом, знание, о котором уже в принципе зрело, Гудхарт его взял, это знание объединил, синтезировал и создал уникальный инструмент, которым работают все кинезиологи. Этот инструмент называется мышечный тест, да, или мускульный тест. И вот с помощью мышечного теста им можно было подобрать, не только отдиагностировать, где в организме у человека дисбаланс, но и подобрать, чем этот дисбаланс скорректировать, да, каким там, мануальным воздействием, там, медикаментозным, там, гомеопатическим и так далее, энергетическим воздействием. То есть, кто такой кинезиолог, первый ответ на вопрос, это специалист, который работает с мышечным тестом. Все кинезиологи тестивают мышцы, да, это наш основной инструмент. При этом, та кинезиология, которую создал Джордж Гудхарт, это была прикладная кинезиология, ее еще называют медицинской кинезиологией. И это та кинезиология, которую во всем мире, по футбору, в том числе и в России, достаточно сильные школы, практикуют врачи, в основном, да. Врачи, они занимаются диагностикой и подбором определенных лечебных воздействий через мышечный тест. И арсенал этих воздействий большой. Сам Гудхарт, помимо того, что было уже до него в мануальной терапии, привнес еще новый инструментарий, помимо мышечного теста. Это так называемые рефлексы Чаплана. Я бы сказала, что рефлексы Чаплана – это такая европейская акупунктура. Эти рефлексы были открыты в 30-е годы прошлого века. И это такие точки и зоны в нашем теле, работа с которыми вызывает движения. Их еще называют нейроваскулярные, нейролимфатические, нейрососудистые рефлексы. Они вызывают движения крови, лимфы и, конечно же, движения энергии. И они меняют тонус наших мышц и могут много чего сбалансировать в теле. И Гудхарт начал их применять именно в качестве инструмента для балансировки, для работы организма. Мой любимый пример, вы просили показывать, да? Мой любимый пример про нейроваскулярные рефлексы, с которого я всегда начинаю, это... Очень многим из нас тяжело качать пресс. Кому легко качать пресс, поднимите руки? Легко. Двум человекам в зале легко качать пресс. Это не для вас. Четырем. Четырем. Значит, у кого-то двоится, у меня наоборот. Значит, для того, чтобы качать пресс стало легче, есть такая специальная нейроваскулярная зонка. Кому интересно, где она находится. Нет, нет, хорошо. Не наживаешь. Значит, есть такая... Да, совершенно верно, где-то там она находится. Значит, попробуйте сначала понаблегать пресс, почувствовать свой пресс, да? Насколько хорошо вы сейчас будете его чувствовать. Вот. Почувствовали, да? Как сейчас? Кто почувствовал, кто так не очень, где-то там примерно, да, там мысленно. Давайте теперь найдем ту зону, работу с которой вызывает движение крови в мышцах пресса, да? Для этого нам надо найти то место, где когда-то в младенчестве у нас был родничок. Вот тут примерно, если вот так ладошку на переносицу положить, вот здесь, где-то на уровне, где заканчивается наш средний пальчик. Вот здесь был когда-то у нас родничок. Перед родничком, клиней роста волос, мы вот таким образом ставим пальчики сюда. Ставим пальчики и вот так вот массируем, массируем вот здесь мышцы. Помассируем, хорошенечко. Так вот мышцы промассируем. И затем снова попробовали прочувствовать свою зону пресса, как она сейчас к вам ощущается. Есть ли разница? Да? Есть разница. Есть ощущения. Это то упражнение, которое, если кто-то это делает в зале, можно делать в зале, перед тем, как качать. Если это кто-то делает у себя дома, то то же самое можно делать. Вот это такой наглядный пример. Есть еще много, ну, я могу там кое-что еще сейчас на людях показать из области прикладной генезиологии, как тестироваться дисбаланс и как при помощи нейровоскулярных рефлексов восстанавливаться, да, сила мышцы. Кто еще хотел, чтобы мы ее показывали? Пожалуйста. Ты пока еще не что-то идти, ты пока. У нас менее аппаратов сидит. Так, ну, давайте попробуем, значит, мы сейчас посмотрим, готов ли у нас человек тестироваться. Тестироваться на 30 градусов. Мужечный тест плохо работает, сразу приду. Часы снимите, чтобы у нас немножечко с ума не заходили. Так, держим ручки на 30 градусов. Давайте вот так, чтобы я его сумка все не стояла. Держим ручки на 30. Зверски не надо, достаточно кожу на голове не тянет. Значит, что хочу сказать, у нас в данный момент плохо с влагонасыщением, надо водички попить. Вот это был тест на влагонасыщение, надо где-то дождь, можно водички взять. Ну, здесь выйти и налево. Ага, выйти налево. Сколько? Ну, хотя бы штабанчик. А я все равно протестирую, если будет мало, я скажу. Налево? Налево, налево, там кухня. Вода очень важна. Как раз завтра на антистрессе мы тоже будем обсуждать роль воды. Почему она так важна, в том числе и в вопросах стресса. Во-первых, это электроит в нашем теле. Во-вторых, это источник многих микроэлементов. Ну, опять же, понятно, что источник многих микроэлементов. И мы завтра будем обсуждать, что у вас. Среди прочих вопросов, что когда человек в сильно застрессованном организме блокирует усвоение воды. И первый базовый момент, на самом деле, это, конечно же, восстановить водно-солевой баланс. Может быть, поэтому и тест не работает. Нет, там много, и там как раз в меня влилили литра-полтора, наверное. То, что вы пьете много, это хорошо. Вопрос, сколько хорошо, ну, блин, мусорбец. Класс. Понимаете? Я так походу смотрю, что, может, и не очень хорошо. Тебе, ну, потянули. Еще разочек, пост-тест. Это был претест, это пост-тест. Сейчас у нас мышца что? Сильная, да? Мышца была. Держим ручку отсюда, я буду тянуть на себя. Мышца была слабая, она нам показывала, что воды не хватает. То есть, что нам показывает мышечный тест? Мышечный тест, это не аналог УЗИ или анализа, да? Он может показать дисбаланс задолго до того, как его покажут УЗИ или анализа, да? Так же, как врачи традиционной китайской медицины, посмотрят на язык, посмотрят в глаза, наиболее продвинутые, серьезные послушают курс, да? И они вам уже скажут, что у вас в организме не так. И не нужны им никакие анализы. То есть, хотите, пойдите, сделаем, да? Называется. Точно так же и мышечный тест, он может показать, вы знаете, как его бывает, что? Мы приходим к врачам, говорим, вот там болит, вот там дискомфорт, вот там что-то не то. Они тебя смотрят, обследуют, говорят, все в порядке, все хорошо, иди отсюда. Что на 10 кило поправил, сожрать меньше, но все, иди отсюда. Вот. То есть, никаких дисбалансов у тебя нет, это в норме, это в норме, это в норме, ну вот там, все. То есть, это еще такой дисбаланс, такой сбой, который еще не, ну как бы, не находится, скажем, в том интервале относительного здоровья, да? Там, где работает, ну как бы, официально, а наш медицина не работает. В принципе, традиционная китайская работа, да, и кинезиолог тоже с этим может работать. Все-таки привыкла больше сидеть. Все-таки как единомосники, единомосники больше сидеть. Так, теперь у нас следующая подготовка к тесту. Мы смотрим, что тут у нас с психоэмоциональной перегруженностью. Дышите, пожалуйста. Как обычно в жизни, да, Шти? Тут тоже ручки, держите. Хорошо. Бежим ручки. Это я просто смотрю, как мышцы реагируют. Тут, в принципе, нормально реагируют. Хорошего у нас, что у нас, что у нас, что у нас, что у нас, знаете, да? Психоэмоциональная перегруженность, может быть, подустали. Давайте немножечко это уберем сейчас. Закрываем пупок ладошкой. И от глаза закрывать. Только ладонь ее пупок. Так, все правильно. И вот здесь такие точки под ключицами. Сюда ставим два пальчика, указательный и средний. А сюда большой пальчик, да? Такие вот ямочки под ключицами. И гусевые. Если хотите делать пупок ладошкой, потому что это все нейровоскулярные рефлексы, с которыми мы работаем. Это так называемые кнопки мозга. Они могут убирать, успокаивать, убирать, 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 убирать психоэмоциональную нашу перегруженность, усталость. Могут убирать тревожность, учиться. Совершенно верно. Это точки К27. Вот точки, где выходят почечные глядя на верхнюю точку. И потом поменяем ручки. Поменяем ручки. Вот. Просто мягенько поменяем. Выдохнули, да? Это хорошо. Теперь у нас тут еще две точечки есть. Кто знает каналио-меридиональную систему? Это задние, средние, передние, средние, верхние точки, да? Чтобы их так уже наверняка проработать, мы просто вот так делаем. Над и под. И так же держим рукой. Два пальчика и один пальчик. Два пальчика и один пальчик. Это должно неподвижно быть? Вот так вот. У вас уже не движется, а вы движется. Или я слишком сильно давал? Ну, не принципиально. Значит, здесь два пальчика, а здесь большой пальчик. Потерли одну руку, потерли другую руку. У меня. Что же такое вот? И последняя замечательная точка, это нижняя точка задней срединного. Кто в курсе, кто знает, что это такое. Комчик, да? Здесь удерживаем, здесь потерли. И здесь потерли. Комчик, вот, хорошо. Подземнули, энергетизация пошла. То есть, такая небольшая уже балансировочка. Да, водички попили, перегрузку, переключение сделаем. Уже хорошо. Уже хорошо. Еще водичать, наверное, чуть не пошла. Да, ну, если хочется, можно. Насильно заливать не нужно. Хочется. Только если хочется. Так, хорошо, посмотрим, что у нас теперь. Посты, что нам показывать? Это перегрузки, переключение. Чувствую, где мышцы так посильнее ставят? Например, то они там чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Держите. Только держите. Только держите. Ага, хорошо. Ну, собственно, вот это уже такое входное тестирование, когда мы с человеком начнем работать. Входное тестирование. Ну, давайте. Так, что еще из него это было? Ну, я думаю, могу тестировать. Да, в принципе, запрос уже позволяет тестировать. Ну, давайте несколько мышц покажу, которые в кинезиологии называются взаимосвязанные мышцы. То есть мышцы, тонус которых показывает нам состояние того или иного меридиана. Какие у нас есть основные меридианы? Ну, помимо передней срединного, задней срединного, то есть в кинезиологии они называются центральные управляющие. Вот такие обмывали. К печени, 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 почки, сердца. Печень, почки, сердца, легкие. Ну, давайте сначала передней, задней средины и потестируем, а потом нам выбор какой-нибудь еще. Так, значит, взаимосвязанные мышцы центрального меридиана или передней срединного, да? Кинезиология на центральном называется. Начинается здесь, заканчивается здесь. Нужно подправлять. Лаптика, челюсть. Мы будем нарезать этим, заниматься тем, чтобы многословлять челюсть. Вот эти вот небольшие мышцы. Здесь на плечах они называются ладонские мышцы. Тестируем мы их таким вот образом. Тридцать градусов в сторону. Держите ручку, оттуда и посильнее. Держите. Хорошо. Держите. Вот как по ощущению, где сильнее, где слабее. Где сильнее, где слабее. Где сильнее, где слабее. То есть есть ощущение, что это сильное, а это слабое. То есть, ну, как говорит, что какой-то дисбаланс у нас в центральном меридиане, возможно, имеется. Мы сейчас чисто попробуем поработать вот с рефлексами. Это не губунктура. Это западная губунктура, а рефлексы. Вот. Сейчас просто сниму чуть-чуть поработать. И посмотрим, как будут меняться. Мышечная рюкция. Держите. Есть разница. Сильная мышца. Причем сильная с двух сторон. Ну, в силе высота у нас так хорошо. Вот. Это говорит о том, что мы сбалансировали мышцы и взаимосвязаны с ними медитя. А, теперь давайте. Так. Я локоть к себе, а вы к окошку. Чувствуете, да? Тоже чуть-чуть, что-то так слаболастенькая. Так. Еще раз. Я локоть к себе, а вы к окошку. Ну, ты сильный остался, да? Сильный остался. Ну, давайте тут тоже попробуем что-то с этим сделать. Что-то с этим сейчас немножко поделим. С нейровоскулярный рефлекс. С нейровоскулярный рефлекс усиливает, балансирует мышцы и взаимосвязаны. Какой меридиан надо выбрать, пожалуйста? Какой хотим? Сердце. Сердце, печень. Кстати, очень показательный, там же прямое взаимовлияние, да? Печень-сердце. Вот традиционная китайская медицина. Сердце. Хорошо. Сердце, да? Да. Сердце. Хорошо. Пожалуйста, расслабьте. Ручку подавите. Так, а вот сюда, вот эту мы будем усилить. Я буду сюда давить. Держите. Седа. Так, расслабьте. Держите. Тоже сильно. Давайте печень попробуем, посмотрим. Так. Хорошо. Я к потолку, вы к полу, держите. Слабенько. То же самое, я к потолку, вы к полу, держите. Ну, тут посильнее немножко. Значит, ну, чтобы я не прикасалась, под правой груди 5-6 ребро, вот такой по дуге. С одной стороны под правой, да? Так, я к потолку, вы к полу, есть разница. Спасибо. Спасибо. Можно водичку свою забрать. И присаживаться. Вот так приблизительно, да. Да, вопрос есть. Скажите, в разный период времени оно как-то меняется? Или основа вот этих всех нашего совокупности мышечных, вот то, что мы делаем, оно остается как бы неизменным? Или завтра, например, может по-другому проявляться, вот, если сделать этот тест завтра, послезавтра, он, например, по-другому будет, немного покажет. Ну, завтра вы что-нибудь тяжеленькое скушаете, у вас меридиан желудка что-нибудь покажет. То есть, да, это в динамике, это в динамике, конечно. А уж это я опять же показала, скажем, мышечное, ну, скажем так, физическое тестирование, да? То есть тестирование взаимосвязанное с мышцами. Если бы я еще показала эмоциональное тестирование, да? Оно еще более пластичное, ситуативное. Я даже, оно даже зависит от того, кто тестирует. И разному кинезилу. Почему вот я веду там семинар по единому мозгу, у нас там психологическое тестирование, психоэмоциональное, да? И мне говорят, а проверьте, я правильно? Я говорю, не, руки менять здесь. Вот мое, мое имхо, что здесь руки... Не, я могу поменять, но он может мне показать что-то другое. То, что он мне покажет, да? Там уже другие свои нюансы. Вот, то есть, конечно, да, определенная пластичная сеть. Но это не значит, что он там не объективен. Но это не значит, что он и не субъективен, да? То есть какое-то общее что-то, какой-то корень основы все равно общее выявляется. Ну, безусловно. Если у вас где-то дисбаланс там в печени и так далее, он будет день за днем показывать вам. Да, как постоянное будет где-то сохраняться. Плюс, конечно же, если там, допустим, я работаю, человек мне там заявляет какой-то дискомфорт физический, да? Естественно, я буду тестировать все. Я буду там смотреть, там, рисовать определенный протокол по звезде усилы. Буду смотреть, где корень этого всего безобразия, да? И где балансировать на самом деле. То есть мы-то сейчас с печенью вроде как напрямую, а может быть там причина-то не в печени, да? Вот. А дисбаланс есть, а причина где-то в другом месте. Это тоже в кинезиологии есть, скажем так, механизмы и техники, которые позволяют найти, да? Ну, выявить, вычислить. Вот. То есть кинезиология основывается на том, что, конечно же, в организме человека все волшебно, может быть, взаимосвязано. Ну, сейчас вы посмотрели как бы со стороны, мало ли кого я тут загипнотизировала, да? Вот. Давайте вы на себе что-нибудь немножко попробуйте, да? Как у нас в теле взаимосвязано. Ну, может быть, я ничего нового для вас не покажу, может, что-то новое покажу. Например, как бы проблема личная у человека – суставы, да? Суставы. Посмотрите сейчас, насколько у вас поворачивается шея. Не надо без фанатизма просто вот повернуть, зафиксируйте точку, сюда поверните вас, зафиксируйте точку. Можно еще встать, попробовать опять же спокойно без фанатизма наклониться, до сколько вы достаете, да? Насколько вы достаете. И снова там присесть, да? Просто, чтобы зафиксировать, насколько вам сейчас, в данный момент, ваши суставы, какую стиплет свободы имеют, да? Это как бы претест такой индивидуальный. Вот. Теперь давайте поработаем с зоной проекционной, да? Значит, натянем ушко и постараемся ушко свое вот так, любое разворачивать, да? Любое, потому что мы будем с объемом ушами, вот с собой. Ушами работать, да? Сейчас ты поймешь, почему я периодически это скажу у тебя за уши. Да. И мне это не приятно. Да, и мне это не приятно. Вот и не через. Так. Надо тереть, я хочу. Вот как бы разворачивать, потому что она свернута. В идеале надо как бы ушко себе немножко помограли. То есть развернуть его, да? Потому что завернуто, постараться развернуть его. Чем жестче ваше ушко, тем жестче ваши суставы. Да? Чем мягче ваше ушко, тем мягче ваше сустав. Поэтому у детей ушки мягкие, да? У меня только одевают. У меня только одевают. А мой? Нет. Да. А, так сказать, у взрослых не у всех уже уши мягкие, да? Если вы занимаетесь йогой, и вам, потом, Ксюшон, и вам как бы сложновато делать там некоторые позы или какой-то такой гимнастикой, то вот можно будет что-то из этого взять на вооружение, да? Вот мы дрались. Что-то плохо. Смотрим теперь, как шея поворачивается. Степень свободы увеличивается. Смотрим, насколько мы теперь только аккуратнее, опять же, без фанатизма, если разница. А, ну, не хукулисты. Да, хукулисты. Да, хукулисты. Да, хукулисты. Да, хукулисты. Ну, давай. То есть вот так вот как-то, да? Вот это показывает на то, что в нашем деле действительно много чего взаимосвязано. Вот. И, в общем-то, занимаясь несколько лет кинезиологией, я, конечно же, сделаю много открытий для себя и о том, сколько всего, оказывается, можно сделать с нее. Перебегая, там, к подъемкам из аптеки, да, просто руками. Вот. И кто почувствовал, что вот эта сушка срабатывает на нем, да, эта штука, то, пожалуйста, там, перед занятиями йоги, там, гимнастики или чего-нибудь, да, можно тоже с этим работать. Ну, в общем-то, то, что я вам показала, это даже уже не прикладная кинезиология, это, так сказать, более такое популярное направление, сделанное для всех уже на основе прикладной кинезиологии другим доктором, доктором Джоном Тая. Кинезиология, вот, оно называется целебное прикосновение, touch for health. И вот это направление, touch for health, прикосновение для здоровья, мы его называем целебное прикосновение, это было первое направление, так называемый специализированный кинезиолог. То есть, то представление о кинезиологии, которую вам выдает доктор кинезиолог, и то представление о кинезиологии, которую там выдает человек, который работает в другом направлении, они, конечно же, будут отличаться, да. То есть, ну, специализированное целебное прикосновение, оно ближе всего из направлений специализированной кинезиологии, ближе всего к прикладной кинезиологии, оно появилось первым. И, в общем-то, доктор Джун Тай создал его для того, чтобы любой человек мог научиться поправлять свое здоровье и поправлять здоровье своих близких. Вот для этого он его и создал. Но затем очень многие инструктора, которые работали в целебном прикосновении и уже учили даже других этому целебному прикосновению, а надо сказать, что таких инструкторов во всем мире по всю пору много. Это направление живое, развивающееся. Вот и в Россию оно пришло какое-то время назад, несколько лет назад, и у нас уже и русские инструктора есть в этом направлении работающие. Но, опять же, многие инструктора, работающие в целебном прикосновении, они упирались в то, что хочется решить какие-то еще задачи, какие-то еще запросы людей. А вот как бы есть ограничения в направлении, и поэтому мы как бы уходили, создавали какие-то свои, на базе целебного там создавали свои направления, отдельные совершенно. Вот одно из таких направлений, это, в общем-то, так называемая образовательная кинезиология. Я даже не знаю, вот ее создать, он, Денис, он вообще какое-то отношение имел к целебному прикосновению или нет? Вот никогда не интересовалась этим вопросом. Вот. Образовательная кинезиология – это набор таких специальных упражнений, интегрирующих полушария, работу полушария мозга, которые восстанавливают наши способности. Восстанавливают наши способности. Вот. И, в общем-то, все это направление, оно называется бренджим, гимнастика мозга. Тоже достаточно такое популярное, развивающееся. Изначально оно создавалось для детей, которым сложно было осваивать школьную программу. Но потом оказалось, что возрастные изменения, там, постинсультиные изменения тоже хорошо поддаются гимнастике мозга. Вот. Сей, пожалуйста. Ну, завтра я кое-что из этой гимнастики покажу на этой стрессе, и в комплексы какие-то подбираю участников мастер-класса. И, наконец, мое любимое направление, одно из базовых специализированных кинезиологий, в котором я работаю в основном в последние годы, это концепция 3 в 1 или единый мозг. Концепция 3 в 1 или единый мозг. Создал его инструктор по целебному прикосновению, которого звали Гордон Стокс. И который считал, что очень много дисбалансов, которые мы тестируем, лежат в сфере, скажем так, последствия стресса. Последствия стресса человека. Последствия какого-то пережитого травмирующего опыта. И в целебном прикосновении считал он недостаточных инструментов, чтобы с этими последствиями справиться. И он начал подбирать новые психологические инструментарии, изучал различные направления психологии и не только. Для того, чтобы как-то с этим работать. В какой-то момент он заинтересовался в США в прошлом веке. Было такое интересное направление. У нас о нем мало кто знает, мало кто слышал. У меня есть отдельный семинар ему посвященный. Он называется персонология. Персонология – это учение об инстинктивном поведении человека. В рожденном инстинктивном поведении человека. И это то, какими мы рождаемся, и то, как мы себя ведем, потому что мы вести себя по-другому просто не можем. Мы такими родились. Все же люди разные, реагируют по-разному. И это далеко не всегда обусловлено воспитанием и тем, что так вели себя наши родители. Есть вещи, которые… Знаете, родители иногда говорят «в кого?» «Я не такой», «Папа не такой», «Мама не такой», «А вот он такой, почему?» Ну, если все грустно, он такой же, то мы не задаемся вопросом. Ну, бывает, что с каким-то таким паттерном ребенок, да, поведенческим, которого, вроде как, вы родители, ну, там, вот кого-то, да, он исследовал. Понятно, бывает. Ну, вот персонология, она была создана двумя американскими учеными, Элизабетой Роберт-Вайтсайдами, которые исследовали огромное количество людей. Да, она чем-то сродни физиогномики, они исследовали большое количество людей, достаточно статистически достоверные данные, исследовали их поведение, исследовали их внешность, да, и какие-то определенные там параметры, насколько они взаимосвязаны, да. Степень выраженности того или иного параметра, насколько оно взаимосвязано. И, в общем-то, как большинство американцев, они исследовали чисто прагматически. В каждом штате была соответствующая лаборатория, где людей, как бы, людям предоставлялись услуги по профессиональному консультированию, да, там, карьерному, потому что у нас, в принципе, на лице написано, для чего мы предназначены, да. И есть такие параметры, что вот достаточно на лицо посмотреть, и понятно, что вот этот человек инструкция, да, он привык все чутко делать по технологии, по инструкции, по алгоритму. А вот этот человек, и всегда соблюдать сроки, и требовать этого от других. Если кто-то этого не делает, он взрывается, он выглядит, да. А другой человек, ему все равно, он все привык делать, как бы, в плане инструкции, он в инструкцию не посмотрит, даже когда уже сломалось, да. Он привык все делать по-своему. Вот ты ему поставишь задачу, он будет делать по-своему, да, и не лезь к нему, да, спроси только по результату. То есть понятно, что одни предназначены для одной должности, другие для другой должности. И, в принципе, это у нас на лице написано, кто для чего создал, да. Вот, ну и много таких вот направлений, ну, как бы, характеристик, которые очень здорово могли бы людям помочь. И, в общем-то, и помогать. Или там, почему там нельзя двоих людей посадить вместе, точно гарантированно переругаются, да, если посмотреть на их структурные функции эти, гарантированно не найдут общего языка. Это, в общем-то, легко было проконсультировать. Ну, вот у Вайтсайдов был еще сын Дэниэла Вайтсайда. И вот он участвовал тоже в этих исследованиях. И Гордон Стокс, который в колледже персонологии, который в Калифорнии в прошлом веке существовал, тоже принимал участие в этих исследованиях. И он познакомился с Дэниэлом Вайтсайдом. И они подружились. Но Дэниэл Вайтсайд, в отличие от своих родителей, он видел в персонологии, или, как у нас еще называют это направление генетика поведения, он видел гораздо более серьезный инструмент. Не просто для профессионального консультирования, или там для регулирования поведения людей в коллективе, да, чтобы не переругались и работали дружно. Он понимал, что это инструмент для гармонизации человеческих отношений в принципе, потому что структуры, функции нам в принципе помогают понять природу наших отношений с разными людьми, да. Почему один человек нам сразу нравится, ну, бывает такое, смотришь, сразу нравится. А другой, наоборот, активно смотришь, ну, вот, он еще рта не раскрыл, он нам уже не нравится, да. Это, как правило, вот работа структуры, функции, как раз таки, да, вот эти вот характеристики. И персонология вошла как один из разделов, как один из очень важных инструментов в то направление генетика, которое называется концепция 3 в 1, а на русском языке ее чаще всего называют единый мозг, генетика и единый мозг. И это стало первое направление психологической кинезиологии, потому что она не только работала с вопросами здоровья или с вопросами восстановления способностей, скажем так. Ну, и также с вопросами пережитых стрессов, пережитого травмирующего опыта. Вот, со временем, как бы, были созданы техники работы с, так называемым, неисправимым поведением, вот. То есть, достаточно большой объем. Но третий человек, который создавал единый мозг, это психолог-метафизик Кэндис Кэллоуэль, она, в общем-то, привнесла, помимо психологической стороны, еще такую, наверное, концептуальную метафизическую сторону. И, в общем-то, создатели единого мозга, вот этой кинезиологии, они вообще считают, что единый мозг – это не кинезиология, да. Что это вообще отдельное такое направление, которое можно использовать как для работы, для помощи себе, для помощи другим, но также как и изменение своей жизненной концепции, своего мировоззрения. И, в общем-то, это отдельная, так сказать, жизненная философия, вспомню так, философия единого мозга. Точнее сказать, три в одном, да, концепция три в одном. Вот это достаточно интересное направление. В свое время я, надеюсь, входила в кинезиологию, вот лично я, именно через него, через это направление. На тот момент у меня уже был приличный стаж психологической работы и работы с клиентами. И, в общем-то, как бы, владела и нейронистическим программированием, и символ драмы, и кучей всяких других направлений, достаточно неплохих и интересных, и эффективных. Но как-то так сложилось, что именно через единый мозг я получила такие результаты для своей жизни, даже и для своих клиентов. И именно в едином мозге я работаю последние восемь лет. И не только, конечно, и в целебном прикосновении, но такого количества клиентов и таких результатов, как в этом направлении, у меня просто в жизни никогда не было. И настолько вот ярких, эффективных результатов, вот, их достаточно много. Ну, а то, что я, как бы, свою жизнь перестроила, я попала в единый мозг достаточно такой, скажем, нестабильный, неприятный период своей жизни, вот, у меня надо было срочно чем-то вот себя, себя и свою жизнь спасать и менять. И вот таким инструментом стала кинезиология, скажем так. Вот, это, вот, как бы, мое представление о едином мозге, о его инструментах. Там, помимо инструментов, которые Гудхарт взял, там, нейроваскулярные рефлексы, помимо, там, акупунктуры, которую Гудхарт тоже привлек, помимо представления, там, канальной медианальной системы, используется, конечно, и же еще масса психологических инструментов, достаточно интересных. Но самое, что интересное, там, где обычный психолог работает долго, да, достаточно долго, то есть подбирается к корню проблемы, здесь мы этот корень проблемы можем через мышечный тест вытащить достаточно быстро, да. Кто пробовал, знает, что это делается очень быстро. Конечно же, достаточно много времени и сил экономится. Ну, тут коллеги мне, которые, возможно, не знакомы с методом, скажут, а как же клиент вдруг не готов, да. То есть, как это, а раньше мы подходили к корню проблемы годами, да, в психологии, потом, как бы, начали это делать, там, ну, я не знаю, десятками часов терапии, там, месяцами, неделями, вот. А сейчас, что, за 15 минут раз и все, да как такое возможно? Да, иногда, раз, возможно. Да, иногда действительно оказывается возможным. Причем, через мышечный тест мы определяем возраст возникновения причины, эмоцию, которая там и тогда имела место, была ключевой, ну, и еще много всяких нюансов. И все это определяется очень быстро, да, то есть, весь букет у нас оказывается в руках достаточно короткий сжатый срок. Этим, конечно, этот метод очень интересен и очень эффективен. Кроме того, естественно, мы работаем и на уровне сознания, подсознания и тела, да, потому что очень часто нам кажется, ну, я уже все знаю, я уже все себе объяснил, да. Я, как бы, понимаю, откуда это мне, а почему опять я так себя иду? Почему? Вот. Да что там в подсознании? А может, оно в теле сидит на уровне реакции, да? Вот оно когда-то где-то, извините, условные рефлексы никто не отменял. Да? Вот оно где-то мы напоролись на это, и все. Некоторые специалисты ставили знак рода, что между подсознанием и телом. Ну, возможно, возможно, но в едином мозге считается, что, как бы, тело более глубокий уровень осознания, да? То есть, как бы, три уровня осознания, осознание, осознание тела. И это же уровень, так называемого, барометра поведения. Это один из базовых инструментов в едином мозге, ноу-хау создателя единого мозга. Можно вопрос? То есть, конспективно, три в одном, вот эти три, перечислите конкретно. Потому что я когда читала анонс, у меня была ассоциация, что это про триединый мозг, да? Там, рептилийный, лимбический. А да, что за три в одном вы использовали. А вы долго рассказывали, и я упустила. Вот для тех, кто... А дело в том, что, что такое три в одном, очень много существует разных версий. Начиная с того, что это стукской лауреи и вайсайт, и заканчивая тем, что это сознание, подсознание тела, или единство вообще тела, разума и духа. А, то есть, это там как раз... Это очень, как бы, знаете, еще к Алгусту Хьюн, я благодаря вам, о нем вспомнила, потому что он тоже говорил, что 49 – это начало возраста духовных задач. 49 лет. Вот. Ну, хотя, вы сами понимаете, к славянству мало отношений. Ну, к славянству, да. Ну, он же говорил и о коллективном бессознательном, да? Автор учения о коллективном бессознательном. Вот. Так, а что я только о нем вспомню? А, он говорил, что всякий символ, да, в данном случае 3 в 1 – это символ, имеет несколько слоев трактовки, да? И этим он отличается от обычного знака. Я прям, я помню, когда этим занималась, я как раз почитала мураками, мой любимый спутник, у него есть такая поместь, когда девушка там звонит среди ночи и говорит, объясни мне, чем знак отличается от символа. Да? Есть там такая сцена, может быть, и что в песне? Ну, да. Там какое-то совсем простое объяснение, я сейчас его не помню. Да? Ну, я помню, что как бы знак, он всегда однозначен, да? Там один – это всегда один. А здесь 3 в 1 – не всегда одно и то же означает. Я бы сказала, что один может быть и символом. Может, запросто. Может быть, символом, может быть, знаком. Да, совершенно верно. Вот. Мне такое ощущение, что чем дальше ты погружаешься в концепцию 3 в 1, тем лучше ты ее понимаешь, тем больше вот этих слоев символики тебе не открывается на самом деле. То есть, я вам даже больше скажу. Большая часть моих коллег российских, особенно тех, кто когда-то учился у Кэрол Ланхоуз в 90-е годы, это была первая, во-первых, специалист, которая привезла «Дневный мозг» в России в концепцию 3 в 1, обучила несколько десятков специалистов. И на этом на 20 лет все закончилось. Да, я уже как бы из второй волны, 20 лет спустя. И вот многие из этих моих коллег, они же вообще понимали просто, что «Дневный мозг» – это антистрессовая терапия. И все. И я поначалу училась у одного из таких людей, но даже не у Кэрла Энхоуза научилась через 2-3-3 руки, но он тоже понимал «Дневный мозг» как антистрессовая терапия. Просто. Ну все. Тоже хорошо, тоже очень эффективно, тоже очень даже неплохо. Но, опять же, знаете, чем глубже понимаешь, тем глубже работаешь. Некоторых достаточно антистресса. Ну, почему нет? Некоторые набегу. Да, ну, каждого слова, сброс. Ну, и в 21-й век кинезиология, на самом деле, вошла уже, имея в своем арсенале порядка 300 направлений различных. Я могу пару слов сказать только про те, с которыми я хотя бы немножко сталкивалась или знакома. То есть вот эти три, они как бы не три направления возникло, специализированное направление в 70-е годы, но вот эти три, они наиболее популярные, они наиболее, вот гимнастика мозга, концепция 3 в 1 и целебное прикосновение. Они считаются важными для специализированной кинезиологии. Но, как бы, среди психологических направлений есть очень интересное направление Сильвия Марина, австралийский кинезиолог. В Австралии это вообще, как бы, очень много кинезиологий развивается. Там много специалистов, там пара колледжев, там колледжи кинезиологии, там своя ассоциация достаточно серьезная. Там, это одна из стран, где по медицинской страховке услуги кинезиолога идут, да? Вот у нее такое очень интересное направление, это уже на базе единого мозга, она называется трансформация памяти ДНК в ТЭТ-ТЭЙДЭЙД. Да? Да, вот, то есть это работа, понятно, да, с эфирированными состояниями, состояниями мозга, и т.д. Она когда-то была инструктором по методу Сильва. А, ну, это ТЭТ-ХИЛИНГ? Нет, не ТЭТ-ХИЛИНГ. Нет, не ТЭТ-ХИЛИНГ. Нет, не ТЭТ-ХИЛИНГ, как раз Альфа. Очень. Сильва это Альфа, а как бы, Моя ТЭТ-ХИЛИНГ, она присоединила туда еще в состоянии. И очень интересно. Но это не ТЭТ-ХИЛИНГ, это совершенно как бы иная техника, иная техника. Она также использует те же инструменты, что в виде на мозге, очень похожие инструменты. Но, как бы, там есть вот эта работа с состояниями, которые, понятно, о чем я говорю, как говорят ЭТЭТ-ХИЛИНГ. Да. Хорошо. Вот. Очень интересное направление, собственно говоря, кусочком которого является методика РЕЗЕТ. РЕЗЕТ является кусочком направления, которое в 90-е годы создал, опять же, австралийский кинезиолог Филипп Раферти. Его направление называется кинерджетика. Энергетическая кинезиология. И, в общем-то, я не глубоко с ней знакома, не обучалась пока еще кинерджетике. Хотя Филипп Раферти очень интересный учитель. Очень интересный. И, в общем-то, это энергетическая кинезиология, и там достаточно много тоже всего интересного. И высшие ее ступени тоже затрагивают какие-то духовные моменты. А базовые ее ступени – это баланс височно-нижнечелюстного сустава и баланс водно-солевого обмена. То есть, давайте сначала вот это приводим в порядок, и давайте какие-то базовые стрессы сбалансируем, а потом уже будем двигаться дальше. Потом у него есть своя техника работы с травмой, технология определенная. Ну, в обязательном порядке используют баланс височно-нижнечелюстного сустава, баланс микроэлементов, бурно-солевого обмена. В принципе, техника Резет позволяет эту базу работать. Да? Можете показать вообще как это? Можете показать, как это? Я сажим не в тебе. Вообще даже показать сейчас не могу, могу рассказать кое-что. Да, сажимся. Нет, ничего, спасибо. А что смотреть в одном месте? Больно, а в другом месте нет? Я потом посмотрю, в каком месте и расскажу тебе все, значит, хорошо? Вот, окей. Значит, почему именно височно-нижнечелюстной сустав? Да? Вот это как бы основной вопрос, да? Почему база височно-нижнечелюстной сустава? У нас здесь сохраняется на лице. Вот. Потому что первая реакция, да? Реакция на момент стресса – это всегда стискивание челюстей. Стискивание челюстей. И, естественно, даже на физическом уровне, если у нас достаточно, скажем так, напряженная жизнь, у нас челюсти все время сжимаются, сжимаются, сжимаются и до конца они не сжимаются в итоге, да? Вот. Почему? Я как бы после того, как познакомилась с резетом, начала обращать внимание, насколько человек сильно поджимает нижнюю челюсть. Когда у вас болит голова, у вас, как правило, зажата челюсть. Резет – одна из самых эффективных техник по работе с волонными болями, в том числе ими гренями. Но, дело в том, что, опять же, в теле все взаимосвязано, да? И если мы работаем с височно-нижнечелюстным суставом, это значит, что мы работаем еще где? Стазобедренным, совершенно верно. Стазобедренным. Четыре основные мышцы ДНЧС взаимосвязаны с четырьмя основными мышцами цизобедренного сустава. И поэтому резет – это балансировка всего тела, да? Поэтому там и делится – вводный челюсть – свободный корпус, да? Вводный в кино. Да, не исключено, да. Потому что, конечно же, и кровообращение в малом тазу улучшается, да? И мышцы избыточные. Вообще, как бы, признак того, что человек пережил стрессовый опыт – это всегда что? Избыточное напряжение, избыточное… Ну, все избыточное, да? Мы делаем слишком много, мы говорим слишком много, вот… Много усилий, да? Вот это вот… Это всегда показывает. Опять же, когда мы разжимаем челюсть, получается, что у нас тело расслабляется. И у нас весь организм меняет режим функционирования постепенно, да? Из… Режима, скажем так, адреналинового стресса… Ну, где-то не адреналинового, а какое еще бывает. В основном у нас адреналинового, да? Сражаясь, а не беги по этой плане… Он переходит в другой режим. Режим просто жить. Ну, мы как бы забыли, что такое просто жить. Нам бы все больше понервничать. И через какое время организм переписывает эти вот программы? То есть… Это индивидуально. Я не могу обещать, что резетом можно переписать программы. Резет – это все-таки добавочный, дополнительный инструмент. У кого-то, да, на одном резете что-то, да, может пройти, сбалансировать и так далее. Можно так сказать, что резет снимает блокировку. Не переписывает программу, а снимает программу. А, ну, просто как временное облегчение. Вот. Резет снимает блокировку, следующие же какие-то техники, и они уже могут выходить на… Ну, то есть сначала это надо как бы вот… Терапия как бы вот такая вот… Да, скорая помощь. По-хорошему… Нет. Значит, можно отработать другую технику. У меня часто, что я работаю сначала в одной технике, потом резет, да, добавляю. Или в процессе можно… Вот, то есть, допустим, резет 2 – это уже короткие блансировки. Такие 10-15 минут, но их можно уже включать в сеанс с другой техникой. Да? Так что, вот. Как вы все-таки резете? Делали какие-то упражнения с челюстью? Нет. Это техника по стану в кипать в умоложение рук. Это, в общем-то, энергетический массаж. Все, в принципе, да. Я знаю, что к челюсти обращаются представители многих направлений телесно-ориентированных. Я сама организовывала у себя простую. Мне было очень интересное направление тренинга по методу Фильденграйза и сомантики, если слышали. Вот приезжает Эстинева Алена Беспаленко, очень известный ее тренер в сомантике. И говорит, ну, слушай, ну, надо что-то придумать для высочно-нижнечелюстного сустава. Как вот с ним работает. То есть там понятно, как там-там-там, там куча сомантических этих есть упражнений. Да, одна. Для челюсти нет. Я говорю, ложись, я тебе сейчас все покрою. Да? Все уже придумаю. Вот. Попозже. Все вопросы потом, после лекции. То есть это, в общем-то, достаточно такое актуальное место. И поскольку, когда у нас организм из режима «выживать» уходит, переходит в режим «жить», у нас начинают включаться те системы, которые в режиме выживания, не могу сказать, что не функционируют, но функционируют минимально. И за счет этого у нас повторительный эффект идет. То есть выделительная система, она для нормального стресса работает. Ну, как-то вот, минимально, да? Пищеводительная, минимально, да? То есть есть случаи, когда резетом просто снимались острые психосоматические обострения. Там типа гастрита, например. Вот. При помощи резета снимались. И поэтому мы обязательно работаем с почками, когда делаем резет в обязательном порядке. Потому что, когда начинает работать выделительная система, начинают выходить токсины, да? Без дополнительных каких-то там препаратов. И поэтому, естественно, нам нужно, чтобы почки справлялись. И мы работаем с питьем воды и с почками. Опять же, когда организм застрессован, вы знаете, вот есть люди, которые говорят, я знаю, что надо пить много воды. Но я не могу. Не лезет, да? Я сама такая думала. Я сейчас чуть стрессону, мне не лезет. Просто чувствую, что все, ага, ну все-таки надо заниматься. Она не пошла. Вот. Потому что... А он и не в состоянии. Или бывает, что пьют и сразу же побежали, да? Ну просто он не в состоянии переработать организм. А что значит переработать воду в вашем понимании? Вы знаете, у меня банальное понимание, да? Вот как обывательство, да? Совершенно. То есть у меня и нет там понимания, скажем так, таких вот... Нет, вы говорите, что... Я почему спросила, да? Вы говорите, что организм должен переработать воду. А вот он выпил воду и сразу побежал в туалет, это он не переработал воду. Вот здесь вот вопрос. Ну скажем так, усвоить. Усвоить. Да. То есть что-то взять оттуда для себя полезное, да? Вот. А не просто пропустить через себя, как вода зашла в воду. Вот в моем представлении, чтобы у меня такое банальное представление бывает. Вот как-то так. Да. Что еще? Может, еще какие-то вопросы есть? Да, у меня есть вопрос. Если с помощью техники RESET можно снять некое напряжение, да? В работе внутренних органов. Мне это очень понятно, как предполагаю. То, как надолго это сохранится. До следующего стресса человек, который застрессован, вот вы говорите, значит, он очень быстро возвращается в это состояние. Прямо на раз-два. Кто как? Кто на раз-два, кто не очень. Я поняла, я услышала ваш вопрос. Да. То же самое говорят и о балансировках целебного прикосновения. А насколько это будет надолго, да? Насколько? Ну, с одной стороны, я вам не могу сказать, что полчаса и все. Неделя и все. Это индивидуально. С другой стороны, безусловно, я с вами согласна, надо убирать причину. Убирать надо причину. Поэтому мы сейчас и говорили. То есть это удаление симптома. Да. Это был некоторый момент. Даже Райот, у которого я училась, он говорил, что резерв балансирует тело. Да. Но причину, скорее всего, надо будет убирать какими-то другими. С одной собой. Меня интересовал вот этот вот временной интервал, есть ли какая-то, ну, есть ли какие-то утверждения. Вы признаете, что у людей лоббинность-то разная. Ага. То есть это можно повторять бесконечно. Кому-то надолго. Кому-то надолго. Кому-то надолго. И одна из моих учениц в белой коротле, она ей все время делает резерву. У нее все время головные боли. Да. Мегринозные головные боли, много лет. И мы, когда она ко мне в Ростов приезжала недавно, весной, мы вышли в коррекции совершенно случайно. Мы как бы вроде и не планировали. Но мы выскочили на момент, откуда у нее эти головные боли. На момент, связанный вообще с ее младенческим опытом. Я не помню, сколько там ей было. Месяцев, да. То есть там, да. Серьезный был такой. Откуда у нее вообще, кажется, вообще у нее заботы. Чей ростик-то вот. С тех времен там остался. Был настолько серьезный и стресс, и боль, и все. Вот. И мы этот момент скорректировали. Когда мы вернулись к настоящему моменту. Я говорю, ну как вы представляете себе свою дальнейшую жизнь? Она начинает рассказывать там, что должно по ее мнению поменяться. Я говорю, а головная боль? Подумала, подумала. Нет, головная боль пусть остается. Пусть остается? Да. Пусть остается? Да. Она мне сказала. Ну зачем она ей? Может быть за тем, чтобы каждую неделю ходить на резет и расслабляться. Потому что очень многим клиентам резет настолько нравится. Они себя так хорошо расслабленно чувствуют. Даже мой собственный старший сын, когда я ему первый раз делала, он там заболел. Я ему сделала, хороший был эффект, он там выспался, проснулся здоровым. А мне потом дня через три говорит, а ты мне еще сделаешь? Я говорю, ты что болеешь? Он говорит, нет, не болею, но просто очень такая хорошая душевная. Я не болею. Да. Хорошая, приятная процедура. Спасибо. Вот. То есть есть вещи, которые можно, в принципе, и одним дизитом. Ну и опять же, если человек вам приходит долго не спавший по каким-то причинам, хроническая усталость, конечно, вы его понушите. И какой-то накопительный эффект есть. Вот. Ну, конечно, часто приходится добавлять какие-то там антистрессовые, какие-то серьезные сеансы терапевтические, чтобы выбирать причины. Потому что, ну, как завтра я буду правильно говорить, что, на мой взгляд, все-таки причины нашей стрессоустойчивости есть физические, а есть мировоззренческие. Да. Да. Спасибо. Так, техника, скажите, пожалуйста, резет, она может являться твоим личным инструментом? Да. То есть вот на вашем мастер-классе этому вы обучаете? Бок-шоу состоит из трех частей. Ну, из четырех даже, помимо теории, да, которая четвертая часть. Это самовыполнение, выполнение на сидящем клиенте, выполнение на клиенте, который лежит. Угу. То есть это та техника, которую я как инструктор обязана вам показать. Угу. Сначала на себе, а потом наиболее. А какие-то вспомогательные материалы? Резету? У вас? Нет, нет, у нас. В смысле? Как участников. Семинара? Да. У нас, извините, цветные методички с картинками, там, красивые, там, авторские сертификаторы есть. Вот. Спасибо. То есть это есть, да. Там методичка хорошая. Хорошая методичка. Ну, единственное, что я всегда настаивала, чтобы подписали все фотографии, потому что, ну, только пройдя семинар по фотографии можно немножко запутаться. Поэтому мы все подписываем, чтобы понять нюансы техники. Как я говорю, когда начинала еще Резет преподавать, с виду-то просто, да, но вот мелочи, детали, они имеют значение, да, потому что некоторые потом, как говорят, говорят, ой, как я мышцу не могу найти? Я говорю, так, спокойно. Для каждой мышцы есть свой индикатор, да. Как стоят пальцы, туда они смотрят, и поэтому уже можно понять, попал ты на мышцу или не попал. Спасибо. Ну, хорошо. А что будет на антистрессе? А, так. На антистрессе, да, будет антистресс. На антистрессе я постаралась собрать все, что есть в известных мне техниках для самопомощи и помощи ближнему именно в стрессовых ситуациях, скажем так, на разных уровнях. Да. Начиная с вот то, что вот мы сегодня в начале делали, как справиться с текущим стрессом, да, вот, и заканчивая тем, как справиться с тем, что, возможно, было в прошлом у нас, да, и вот оно здесь сейчас нас там догоняет, возникает. Ну, и опять же, там будут какие-то элементы, что делать там, с водно-солевым балансом, там, с балансом микроэлементов, вот, ну и со своей дурной комбузой, что приблизительно нужно делать. Да. То есть это, как бы, такой, ну, небольшая домашняя аптечка на всякий случай, да. Да, маленькая. В принципе, Резет-1 это еще побольше домашняя аптечка, да, ну, скажем так, посерьезнее, поглубже, и Резет-2 это, скажем так, специализированная уже домашняя аптечка для разных вариантов, потому что в Резет-2 там прям конкретный набор разных диагнозов, да, что делать, именно используя технику Резет, либо, как бы, как делать профилактический курс из коротких коррекций, подожди, я еще не знаю. Можете писать с области, с которыми продают эти инструменты именно для института? То есть… Кинезиология. Все из кинезиологии, из единого мозга, из Резет-2, из целинного прикосновения, из тех направлений, с которыми я лучше все узнаю, в которых я работаю. В общем-то я не думаю, что в Резет-2 это не будут? Нет, нет, это просто разные. Разные? Разные, да. Будут элементы некоторые из Резет-2 там будут. Вот. То есть Резет-2 это такое напитывание, да? То есть балансирование? Резет-2 это очень глубокая работа, то есть те техники, которые я дам на антистрессе, они больше для текущей помощи. То есть это не закорудливая? Такие стрессовые работы, да? Ну, пожалуй, что да. А Резет-2 это уже более… Резет-2 это более серьезная, более глубокая, более целевая работа. Да? Один сеанс длится 40-45 минут. Полный сеанс длится 40-45 минут. Для тех, кто уже базовой техникой владеет, есть вот более специализированные коллекции. Вот так. Их можно и как скоропомощные использовать, вот специализированные и короткие. Либо сначала делаем курс полной техники, да, а потом и специализированные короткие. по-разному. Да. По-разному. По-разному. А Резет можно проходить отдельно от антистресса, как самостоятельно? Можно. Можно. Это вообще отдельно. Антистресс был создан под запрос, скажем так, как конкретный запрос, да? Потому что сейчас достаточно часто, а что делать и как себе помогать, да? Скоропомощные. Да. Как себе помогать и что мы можем сделать, в принципе. Ну, в самом деле там не только кинезиологи, но в основном там кинезиологи. Скажем так, вытяжка из разных направлений, немножко то, что легкое, то, что быстрое, то, чем можно себе помогать. А когда вы научите кинезиологию? Да. Этимологичное определение. Да. Кинезиология. Кинезиология. Опять же, это символическое название. Ну, как бы, если вы возьмете гипертонных спортивную кинезиологию, то это движение тела, да? Движение тела и свобода движения в мышцах, в связках и так далее. Вот. А если вы возьмете единый мозг, то это уже движение не просто тела, да? Мысли, эмоции, энергии. Тоже такое вот неоднозначное. Скажите, почему у нас, когда тест не может служить детекторной лжи? Договорили про это? Ну, да. Ну, с одной стороны, мы, конечно же, получаем там ответы, да? Нет, у нас нет. Да. Получаем. Да. Ну, вот представьте, вы спрашиваете, берете своего ребенка и спрашиваете через мышечный тест, там, ты сегодня лазил за вареньем? Ура! Он, может, и не лазил, но у него сразу стресс на этот вопрос, и у него мышца падает, да? Однозначно. Вот. То есть, организм слишком тонко настроенная система, чтобы, знаете, как все равно гвозди микроскопом забивать. Хотя, наверное, специалисты по полиграфу со мной бы поспорили. Это тоже достаточно такая неоднозначная и достаточно тонкая работа. Ну, и полиграф же обманывают. А? Полиграф же тоже можно обманывать. Обманывают. А вот мышечный тест сложновато. Сложнее, чем полиграф. Я хотела понять разницу. Должно быть какое-то состояние человека, который является сейчас маркером для мышечного теста, и вот что про это? Смотрите, а вы обратили внимание, что всегда я тестирую два раза. До воздействия, после воздействия. Да? То есть, я смотрю, как у этого человека до, и как у этого человека после. Да? Маркер очень простой. Сила, слабость мышцы. Опять же, есть разные виды тестирования. Смотря что мы тестируем. Если это взаимосвязное тестирование, да, как то, что я показывала, то здесь для нас основной показатель – мышца сильная, мышца слабая. Если мышца сильная, дисбаланса нет. Да? Если мышца слабая, то это дисбаланс. Вот тот самый дисбаланс, который еще, возможно, не покажет все остальное, а, возможно, уже и покажет, да? То есть, это всегда мышечная слабость. Да? Мы сначала проверяем мускульный тест на его истинность, верность, да? Да. А потом только мышечная. А вот когда… Да. Я просто не в теме, поэтому… Это я вам сейчас говорю про физическое тестирование. Когда же мы занимаемся психоэмоциональным тестированием, да, то мы сначала, да… Вы заметили, вот я манипулировала крупные инцепторы, смотрела реакцию, да? Я смотрела, чистый контур или не чистый. Можно тестировать или нельзя тестировать. Почти сразу был чистый контур. Да, вода немножко создавала, отсутствие воды, отсутствие водного насыщения, создавало зашумление, но да и нет было слышно сразу. Прекрасный был тест. Как? То есть, лучше мускульным тестом проверять некие нейтральные вещи. То есть, что-то для кого? Нет, нет, нет. Ну, а, в этом смысле… Да, я действительно отношусь к самотесту очень осторожно. Да? Я иногда им пользуюсь, да, но… Девлатов его настолько пиарит, как инструмент для… Именно самотест? Да. Для обнаружения. То есть, он этому обучает, и он… Он не обучает. Это общеизвестная тема. Но он же обучает этому людей, как его обучает. Он не обучает. Он не обучает. Я изначально очень осторожно. Я поначалу вообще не пользовалась самотестом. Значит, обучала. Вообще. Потому что, как бы… Даже само мышечное тестирование… Я на семинаре, вот по единому мозгу, я об этом говорю, что существуют разные уровни тестирования. Там, где мы уже погружаемся в этот вопрос. И эти разные уровни тестирования, они дают разную валидность для разных вопросов. Да? Одно дело, когда мы тестируем чисто тело, да? Вот. Мышца. Другое дело, когда речь идет о каких-то вербальных вопросах. Да? Там, где участвует сознание. И тут уже, как бы, определенная техника тестирования меняется. Да? Тогда у меня возникает некая мысль на заключение, что, например, если этот человек прорабатывает что-то у себя, да, например, ну с мастером с вами, допустим, да, то мышечный тест, мускульный тест, здесь мы можем взять нейтрального человека и он нам будет давать… Нейтральных человеков не бывает. Ну, да, человек… Да, понимаю, о чем вы. Но все же человека, который не имеет эмоциональной… Нет. Главный источник информации о себе самом это мы сами. Зачем нам еще чужой источник информации он будет только искажать? Потому что, вот, как бы, можно тестировать ребенка через маму. Ну, вот, если мы будем тестировать по психоэмоциональным вопросам, чьи мы будем проблемы психоэмоциональные тестировать, да? Тем более, что «Мама и ребенок» это отдельная песня, я сейчас заряжусь еще на 40 минут, если я начну про это говорить, да? Ну, мне здесь понятно. Да, вот в этой части я… Спасибо большое. Вот. Ну, опять же, здесь разные виды тестирования. Есть тестирование взаимосвязанной мышцы, есть тестирование мышц-индикатора. Это немножечко такие есть нюансы. Психоэмоциональный индикатор. Вроде бы те же мышцы тестируются иначе. Как бы, можно, я же говорю, чисто по уровню тела. Вот, когда человек просто… Мы делаем тест на влагонасыщение, слышим, что слабые мышцы, мы просто пьем воду, мышцы усиливаются. А если речь идет о каких-то психоэмоциональных вещах, там уже все несколько тонешь. Да. Больше? Да. Еще вопросы есть? Вроде нет. То есть, воздействуя наставление мамы, ребенок, тоже изменяется? Ну, даже более того, я вам скажу, что… Ну, вы знаете, что такое беспокоиться за своих детей, да? У кого дети есть? Знаю, да? Чем старше, тем больше. Ну, по-разному бывает. Ну, да. Вот. И, как бы, я всегда, когда ко мне приходит мама… Не, у меня есть такая такая клиентка, которая там 23 года, и мне утром звонит ее мама, и в ужасе кричит, Леночка, всю ночь не спала. Я говорю, подождите, а почему звоните мне на Леночке? Леночке 23 года, уже как-то замуж, что-то вышла, да? Вот. Хорошо. Через некоторое время мне замедляли. Я говорю, ну, действительно, мы с ночи не спали. Я говорю, извините, это было. Мне с утра нехорошо стало. Они девчонки, скажите, и так. Люди, как мы с ним исправились уже, да? Вот. Ну, вот, всякие, как бы… Надо понимать, что, во-первых, до 13 лет у детей нет своих книг. Скажем. В Карабске. И починить ребенка сломался, надо начинать с назовов мамочи. Если только у ребенка нет, то еще не может быть. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. А я видел. Я видел, то дети не только от родителей мусят идти и мочи, но и от детей к родителям. Например, у ребенка стоять, у родителей очень легко мусят быть тоже. Но это на 18 лет. Ну, потом это, так сказать, они всегда… Ну, когда у ребенка… Вам болеет, да? Когда у ребенка у него какие-то проблемы. Мы начинаем что? Возбаваться, да? Успокоиться. Как мы начинаем вибрировать? Несколько чувствуем. Ага. Эти вибрации идут куда? Эта энергия идет куда? Эта энергия идет куда? Везде. Везде. Это, конечно, везде. Ну, первая проблема, что внешняя… Более того, как бы, действительно очень часто, проблемы у наших детей это, понятно, да? Просто проявление того, что… Решенные проблемы у родителей. Вот, проявление там. Поэтому, если, как бы, у ребенка нет, там, каких-то диагнозов, да, или, там, выявленных, ну, даже и в этом случае тоже балансов, если это не ребенок, как сейчас говорят психологи со специальными потребностями, то, конечно же, это, в любом случае, все равно первая мама идет в коррекцию. Ага. А потом уже, если, если есть какая-то потребность, тогда мы будем дорабатывать с ребенком. Вот. Ну, в лучшем случае, мама и ребенок. Да. Но, как правило, и мама и ребенок. Первым делом мама в студии. Да. Даже если звонит папа или бабушка. Хотя, легче всего работать с инициатором обращения. Он же в ход. Ага. Еще вопросы есть? Нет. Да. Извините, я немного опоздала. Скажите, вот, пройдя антистресс в обучении у вас, чему я научусь за один день? Что я смогу потом делать? Ничего. Ну, какой. Себе, другим. Вы сможете работать с какими-то текущими состояниями. Но, опять же, это не столько вот прям работать, да? Я не могу… Что вы сможете, может быть, я неправильно скажу. Скажем, не могу. Вы сможете облегчить себе состояние, свое другого состояние. Обещать вам, что вы сможете убирать причину? Конечно же, нет. Я не могу. Потому что этим занимается, ну, как в моем марсинале, это единый урок. Это, конечно же, более серьезно, более глубокое научение. Ну, балансировать себя, помогать себе, помогать мне. То есть, в принципе, я не рассматриваю этот мастер-класс как инструмент для профессиональной работы. Да? Скорее, вы даже познакомитесь с тем, какой он может быть профессиональный. Это, скажем так, техники первой помощи. Себе и близкой. Ну, самый первый. Получить себе и близкой. Как можно, там, быстро уронить уровень адреналина, да? Подальше в эстрессе. Как можно помочь сбалансировать свое эмоциональное состояние. Как облегчить физически это состояние. Это да. Это вы получите. Это можно будет делать. Все, у кого-то есть вопросы? Ну, как уже? Это мой физический пересталок. Угу. Хорошо, есть еще? Я уже искать. Есть, спасибо. И на прочем.